Слава Иисусу Христу! Они видели, по крайней мере, начало этого служения, подключались и жена, и наши шестеро детей, и двое внуков, и трое котов. Короче, все смотрели. Все смотрели трансляцию сегодняшнюю. Начало прославления. Так что и передавали всем огромный привет. А дальнейшие они уже посмотрят потом уже в записи. Но пользуясь случаем, передам привет от них. И от наших церквей из Киева, привет огромный всем вам. И с других мест, где братство наше, реформаторское такое, евангельское, православное братство распространяется. И сам я как реформатор, да, я хочу поделиться Словом Божьим, хочу поделиться свидетельством тоже. И я рад снова быть в Бердичеве, правда, Бердичеве, Бердичеве. Да, был давно уже, прошло 20 лет уже, как-то все, я мимо проезжал, но как-то все, вот не заезжал там. Но Господь дал снова быть у вас здесь. Да, и, дамы и господа, братья и сестры, я тоже к словам Рэбе присоединяюсь. И поздравляю с наступающим вас библейским таким удивительным праздником. Мы тоже в нашей церкви, не во всех церквях, но во многих церквях наших тоже мы празднуем эти библейские праздники, в частности, Пурим. Но, шутка ли, цена книга Библии, книга Есфири, посвящена предыстории и истории этого праздника. Это не просто так вам, друзья, это не просто так, даже упоминание, ну, как бы, единственное какое, а это цена книга Библии. И очень мудрая книга, очень такая глубокая книга на самом деле. И я тоже за эти годы, как и Рэбе говорил, также, знаете, вот каждый раз что-то новое для себя открываю. А сравнение, которое прозвучало уже сегодня, да, вот про пустыню, задвечившую, думаю, очень хорошее, очень хорошее сравнение такое. Слава Богу, да, и в этом году, да, уже на этой неделе будем гулять, праздновать Пурим. Как говорится, евреем можешь ты не быть, но на Пурим прийти обязан. Да, вот, и, ну чё ж, да, в этом году полнолуние месяца вот этого Адара, оно будет, получается, вот 21 и 22 марта. Соответственно, 14-15 числа месяца Адара 2. Так что, да, в этом месяце, в полнолуние этого месяца, тогда, во времена царицы Исфири и Мордыхая, Бог совершил великое чудо. Спасение от Холокоста, спасение от уничтожения еврейского народа. И это спасение, знаете ли, которое Господь совершил, притом явно о себе не говоря, как бы в этой книге, но говоря через обстоятельства, через какие-то случайности. О, но ему вся слава, действительно. И как говорил Чарльз Перджин, такой протестантский златоуст был в 19 веке, он говаривал на эту тему, что его величество случай, это как псевдоним. Его величество Господа Бога. Когда он напрямую не работает под своим именем, он работает псевдонимом своим. Но даже неверующие люди замечают, что просто так вот прыщ не вскочат. Ничего случайного не бывает. А верующие подмечают, верующие подмечают, знаете ли, откладывают это все в памяти своей, фиксируют. И Бога благодарят за вот такие, казалось бы, случайности. И Библия полна таких случайностей, но, конечно же, книга Исфирь и праздник Пурим, они вообще полностью сотканы из этих случайностей. Слава Богу за все, друзья. Да, и, но по церковному православному календарю, сегодня, кто знает, какое сегодня воскресенье вообще, по церковному календарю, православному календарю. Не? Не, нормально все, если что. Дело в том, что это воскресенье называется торжеством православия. Так вот, ну, как бы торжественно, очень громко, очень заявлено, конечно. Но я буду говорить сегодня об очень важном таком тоже свидетельстве и примере из Библии. Я хочу прочесть из Божьего Слова, из Евангелия от Луки, с 9 главы, с 51 стиха и по 56 стих включительно. Вот эту историю хочу прочесть и порассуждать. Спасибо тебе, Господь, за все. Благодарю тебя за этот день. Благодарю тебя за эту возможность говорить к моим братьям, сестрам. Благодарю тебя за слово твое, которое учит нас, наставляет нас. Благодарю тебя за то, что ты и сегодня тот же самый. Спасибо тебе за все. Благодарю тебя и за приближающийся Пурим, и не только тот древний Пурим, но и Пурим, Катан Пурим, малый Пурим, который происходит, ну, так или иначе, в каждом поколении. Благодарю тебя, Господь. Аминь. Когда приближались дни взятия Его, Иисуса, от мира, Луки, 9, 51, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом Своим, и они пошли и вошли в село Самарянское, чтобы приготовить для Него. Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики Его, Яков и Иоанн, сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал? Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не убить души людские, а спасать. Аминь. Вот, дамы и господа, братья и сестры, вот как раз слово, которое, на мой взгляд, показывает ту страшную болезнь, которую можно назвать хроническим заболеванием тела Христа. На протяжении двух тысячелетий христианство этой болезнью болело очень много и часто и болеет во многом еще. И тогда эта болезнь, она еще только дала о себе знать. Это, знаете, болезнь, ну, как назвать, даже не знаю ее точно, но обычно слово есть такое страшное слово, инквизиция. Слово инквизиция. Вот. И, кстати, недавно, на днях буквально, вспоминали мы, значит, события, 19 лет тому назад, в марте, да, ровно, ну, в марте двухтысячного года, ровно 19 лет тому назад, предстоятель католической церкви, папа римский, римно-католической церкви, тогда Иван Павел II, он официально, публично, впервые вот так вот, очень серьезно и громко заявил о покаянии в антисемитизме, покаянии в инквизиции, в преследовании инакомыслящих. Вот. И это было, конечно, очень таким серьезным, очень сильным заявлением, сильнейшим заявлением. И, знаете, друзья, даже среди священнослужителей католических, ну, многие были так вот, ну, немного так вот взбудоражены. Я общаюсь так с братьями-католиками, даже со священниками. Вот. И, знаете, друзья, заявление папы было, конечно, очень такое мощное. Даже сейчас, почти 20 лет спустя, это читаешь и, ну, дивы даешься. Слава Богу за мужество Ивана Павла II, вот, слава Богу за его решение. И до него еще, Иван XXIII, папа, тоже нечто подобное заявлял в молитве покаяния в антисемитизме и отречения от этого зла. Вот. Но Иван Павел II, он это развил. Я считаю, как православный священнослужитель, что и нам, православным, необходимо, и братьям-протестантам разные конфессии, необходимо так или иначе, вот тоже в этом направлении что-то делать. Особенно нам, православным. Потому что вот эта проблема инквизиции, знаете ли, это не только проблема наших западноевропейских коллег. Нет. Даже в православии нам больше проблема, честно говоря. Так, положу руку на сердце. Потому что у нас, ну, хотя обычно обыватель не знает об этом, да и как-то об этом не принято говорить почему-то, но в православии эта проблема гораздо более древняя. Даже сама инквизиция, она зародилась на Востоке, в православном мире, не в католическом. Вот. И гораздо более серьезная проблема. Даже по количеству жертв восточная инквизиция православная, она гораздо более массовая и гораздо более изощренная. По крайней мере, даже те, ну, тема, может, не совсем такая, как бы, воскресная, не совсем радостная, но очень нужная. Ну, надеюсь, в проповеди будет тоже хопи-энд сегодня. По крайней мере, помолимся, действительно, об этом освобождении. И знаете, как вот есть сейчас удивительная возможность. Медицина очень разлилась сегодня. И сегодня можно диагностировать многие заболевания еще во время беременности ребенка самого, да. Американские вот учебники, допустим, да, они даже рассматривают по медицине. У меня, вот, у нас шестеро детей, три мальчика, три девочки, нам Бог дал родить. Одна еще школьница младшая, остальные уже там работают, учатся, уже взрослые. Но, знаете, да, двое внуков пока, вот, внук. И вот недавно родилась, как раз с начала месяца Адара, родилась у нас девочка. Адар Адаса, Адара Адаса. Вот, и я очень Богу благодарен за это. Вот, я просто, ну, не знаю, счастлив. И знаете, друзья, и, так вот, и двое из наших детей, они пошли, вот, по стезе медицины. Старший сын Николай, он заканчивал же медицинский, а средняя дочь, она сейчас только еще учится в медицинском. И, знаете, я поэтому с медициной стал больше, как бы, так, соприкасаться, слушая их, по крайней мере. Они вопросы задают касательно медицины, там, и Библии, допустим, там, и истории. Я, как бы, неизбежно и в истории христианства что-то такое достаю, как раз, вот, и для них, и для себя нужное. И вот, да, учебники, вот, передовые, вот, современные самые учебники, вот, американские по медицине, лучшие в мире их признанные, рассматривают нерожденного ребенка, как именно пациента своего. Переливание крови совершается, значит, и операции, сложнейшие операции, в том числе на сердце, там, значит, на органах, совершаются внутриутробно еще. То есть, человек еще не родился, да, уже определили болезни и уже вылечили, и он родился уже здоровый. Уже родился, все, спасибо докторам, уже, и сердце у него нормальное, и, значит, там, и органы, и, то есть, представьте, и кровь перелили ему, и, может, даже не раз даже перелили уже кровь ему, вот, чтобы его спасти, там, от какой-то наследственного заболевания, допустим. Удивительно вообще, потому что его кровь не смешивается с кровью матери. И это позволяет ученым и врачам, вот, работать. Так вот, и церковь Иисуса Христа, она родилась, когда, церковь Иисуса? На кресте. На кресте Господнем в крови Иисуса Христа Иисус родил всех нас. Каждый рожденный свыше человек, он свое рождение духовное, да, каждый христианин, он связывает с кровью Христа, смертью Иисуса, да и совершаемый вечерю Господню, хлебопреломлений каждый раз, именно рассуждая о теле и крови Христа, докон ли он придет. Для нас это отправная точка, точка рождения, как и роды, допустим, ребенка, да, рождение ребенка. Это в крови, в страдании, в боли, вот, и, конечно, допустим, дети, вот, и Поля, и Таня, когда они были там, допустим, да, значит, и присутствовали там, значит, где вот рожают женщины, ну, да, это страшно, это больно, и, в общем-то, да, это довольно очень непросто. Но, знаете, Иисус, он не был женщиной, да, он был мужчиной, и, но он знал, как женщина рожает в болях, и он сказал, что женщина, когда рождает, она терпит скорбь, там, буквально с греческого переводится как-то прессмертная агония, прессмертная, как бы смерть лицо смотрит, но затем она не помнит этой скорби, этой от радости, потому что родился человек в этот мир. И вот Иисус, он на кресте, в крови своей, он рожал всех нас. Удивительным образом он рождал каждого из нас. Агнец, от века закланный, он 2000 лет назад пролил свою кровь. А тогда, вот, когда мы прочитали, в 9 главе Луки, да, церковь, она еще не родилась, но она уже была под сердцем у Иисуса. Иисус пророчествовал, как вот женщина вынашивает, допустим, да, христианка вынашивает ребенка под сердцем, и она, там, допустим, благоставляет его, да, и вот учебники по медицине, вот современные эти, тоже, я удивился таким, как бы, таким примером хорошим, очень, с английского, значит, переводят, и там говорится, что да, вот положительно влияет, когда даже неверующие люди, академики, там, известные светила медицинские, признают, что ребенок реагирует на все вот эти волны извне, слова, а особенно, большей частью, то, что говорит мама. Вот, любое слово, вот, значит, и там даже делали такие, как бы, ну, были добровольцы, вот, может, не совсем правильно было это, но сделали так, что одни мамы говорили слова какие-то плохие, другие мамы говорили слова хорошие. В Техасе было это проведено, подобное, с разных штатов женщины участвовали в этом, как бы, эксперименте. И было доказано, что именно говоря какие-то плохие слова, даже не проклятие, а вот просто плохие слова, у детей были последствия, и доказано, это страшный эксперимент, конечно, и наоборот. Другая группа женщин, они договорились весь период, там, значит, какой-то определенный, говорить только хорошие слова. Самое удивительное, даже у неверующих женщин, допустим, нерелигиозных, но когда они говорили только хорошие слова, дети, имеющие даже, ну, проблемы внутривидробные, уже имеют проблему, каким-то образом все у них, само собой, как-то налаживалось. Вот, и медики даже ахнули, как бы, удивились, как взаимосвязано, а даже от пословодних не так сильно это воспринимается, как ребенком воспринимается от матери, вот, именно, что она говорит. Вот, и это потрясающе, вот, я так думаю, надо же, а если мы христиане, мы благоставляем, говорим слова благословения, дети это слышат, вот, и дети благословлены, они святы. Это удивительно, конечно, думаю, вот, как все, жизнь и смерть во власти языка. Хотя даже неверующие замечают, и у нас в поговорках есть такое, помните, сто раз назови свиней, на сотый раз хрюкнет, когда человек, то есть, как бы, даже неверующие замечают, что есть какая-то связь между тем, что мы говорим, и тем, что мы либо хрюкаем, либо, значит, воспеваем и прочее. Вот, на самом деле, Бог нас сделал словесными, это, ну, великая благодать, спасибо Господь. Хо, а то были бы твари бессловесные, да, каково, и вроде хочется выразить, и не можешь, мудрому, как бы, ну, а чего, ну, не пойму, вот. Хорошо, что мы словесные, но дай Боже, чтобы наше словесное, оно было действительно благословением, не проклятием, благословением. И это прекрасно тогда, тогда и пустыня расцветет, сто процентов, даже пустыня расцветет. Вот, а если плохое на языке, то даже хорошая и плодородная земля, она в пустыню превратится рано или поздно, засохнет. Даже делали эксперименты уже, другие эксперименты, это уже с другого учебника, совсем информация, с Японии. Мой сын старший, он японский учит, старается, вот, как бы, и очень любит японскую культуру. Вот, значит, и, так, довольно интересно, у него пошла такая молитва за Японию. Вот, и я тоже молюсь за страну восходящего солнца, конечно, часто, тем более, сейчас в Киеве живу на Киото, как раз улица, посвященная культурной столице Японии. Там, как говорится, сам Бог видел молиться за Японию. Вот, и, знаете, друзья, так вот, и, там и парк Киото, про Гуевы все время молюсь за Японию тоже. И они делали эксперименты другие, похожие, но с растениями, не с женщинами, а с растениями. И то же самое, примерно то же самое, реакция растений на плохие слова, группа экспериментаторов говорили плохие слова на растения. А в другой части, на такие же растения, такие же условия, такой же полив, все то же самое, абсолютно. Такие же семена говорили, ну, одно хорошее, другое плохое говорили. Вот, и результаты перепроверяли потом, через несколько лет, то же самое было. Даже растения реагируют на плохие слова или хорошие слова. Коровы, вот, японцы же внедрили это тоже у себя, а Израиль это развил вообще, говорят, я не был на этих фермах молочных в Израиле, но мне рассказали, что в Израиле у каждой коровы свой плеер, короче, своя музыка. Они подбирают каждой корове, еще телочка, еще, значит, пригоняют, да, они включают хорошую музыку какую-то и смотрят, на какой она лучше реагирует. И потом эту музыку ей ставят постоянно, на доле увеличивается, коровы довольны, еврейские колхозники довольны, все довольны, мировые рекорды побили. Вот, и там коровы живут вообще там, там у них спа настоящий, и массажик у них там, значит, там и моют вообще там все чистенько, и музычка, ее любимая музычка, представляете? Вот, поэтому скажу так, что все понимают это, но человек, хотя мы говорим разумный, да, но часто действительно это не так, к сожалению. Но, да будет так, да будет так. И вот, церковь еще не была рождена, но Иисус уже говорил, помните, да, у Матфея записано там, написано 16-18 в Матфея. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, не устоят перед ней, там буквально в переводе, буквально мысли». И, то есть, это потрясающе. Он уже, еще не родил церковь, а уже благоставлял ее, уже благоставлял нас, вынашивая нас под сердцем. Так вот, и все, что происходило, он пророчески, конечно, говорил Иисус о своей церкви, ученикам, рассказывая в притчах о царстве своем. Он говорил, конечно, не только хорошее, он говорил многое плохого, но плохого в смысле не проклиная, а именно просто показывая, что произойдет много не очень хорошего в его церкви. И вот, и так оно все произошло, буквально. И действительно, не вот Евангелие царства Божьего, не только хорошую рыбку достал, но и многонегодной рыбы, действительно. И на самом деле, другая притча там, ну, во всех притчах там более или менее присутствует вот такая проблема. Он рассказывает, хорошее семя было посеяно на огороде царства Божьего, а потом проспали те, кто должны были бодрствовать. Пришел враг, посеял плевелы, и все выросло. Буквально так получилось все. Вот другие притчи всякие. И везде Иисус говорил, он не смотрел на церковь, как на царство свое, царство небесное, через розовые очки. Нет, он смотрел объективно на все, что будет вообще. Но он благоставлял. Он говорил, врата ада не устоят перед церковью Божьей. И вот, среди учеников, вот впервые вот такой дух инквизиции, он проявился как раз именно в этот момент. Кстати, и антисемитизм тоже. Многие вещи проявились тогда, вот в этом рассказе. Антисемитизм, имея в виду самаритян, которые не приняли почему Иисуса, да, и учеников. Потому что это были евреи. Они посмотрели евреи. Хотя, наверняка, могли бы заплатить бы за постой, за проживание. Ну, как бы, какую-то комнату выделили бы, дом выделили бы, гостиницу какую-то. Нет, отказались, не хотели. В других самарянских селах могли еще евреев принять, ну, там, за сумму определенную, да, большую. А в этом селе настолько они были там принципиально, что даже из-за денег никак не хотели евреев принимать на свою территорию. Настолько, видимо, так они отреагировали бурно, что ученики, они просто-просто, а, спасибо, ученики обиделись. Жалко, конечно, этих самарян, потому что наверняка там были люди, которых можно было бы исцелить, да. Да, Иисус, он добрый, он исцелял и не только евреев, он, хотя наибольшим погибшим овцам дома Израилева, послан был, но мог бы исцелить и самарянских этих мужчин и женщин, но детей их. Но из-за антисемитизма они потеряют такие огромные благословения, которые могли бы иметь, слушайте, всевозможные межнациональные, межрелигиозные предрассудки, они обкрадывают человека, обкрадывают его жизнь вообще. И, к сожалению, видим на примере. Да и еще больше того, они еще было проблему не заработали.